избрали нового президента я даже не знал то есть порошинку порошинку сдуло пришел новый и неужели новый виток и и мама такие слова сказала что он хочет тамбас вернуть и крым вернуть и все остальное прочее неужели опять начнется вот это вакханалия военная там и так далее как вы что вы скажете по этому поводу ну я вчера смотрел инаугурация его при том она еще не выставлено на прямо онлайн шла я до конца вот как в первые минуты подвязал щетки и молился стоял уж как бог примет молитвы чтобы господь открылся и вот такое редкое у меня было состояние что на протяжении всего что там было мне хотелось плакать я просто стоял и молился и сдерживал себя чтобы не разрыдаться а что такое не знаю я я ничего не знаю и совершенно не знаю ну я могу сказать о внутреннем состоянии я знаю что от чего не знаю но мысли у меня в это время были такие и человек то может он хороший и красочно все устроили я я глазами все это вижу перевод дает ходе худой перевод такой лучше как будто не могли избрать там а на душе тоска смертная пешки сидят отовсюду приехали перечисляет кто приехал у русских этого не было и вот они сидят там все и все это присутствие какое место для них и как выносят эти знаки его власти булава он поднимает и кладет руку правая рука у него кладется на две рядом книги старая видна евангелие 16 века толстая я как переплесчик увидел это думаю надо подправить специально не выправляют и а тут у него подальше то рука евангелие касается подобно под ближе конституции украины я клянусь клянется на евангелие в котором говорится не клянись вовсе не небом не землею но не желаю непонятно что то не то делается на но другое дело когда на конституции да а на евангелие защиты по евангелию должен хотя бы что-то а тут сразу против евангелия идет но он говорит как я все гляжу на его мимику а сам продолжаю молиться а на душе такая скорбь вот как будто сейчас там что-то у них взорвалось и никого нету и мысли только и как мошкара все разлетятся то есть все это комедия масоны сделали и наконец ему знак власти дают вешают а это чисто масонский знак должен быть не знаю так посвящение может быть раньше был а перед народом всем а если он бога не верит ему какая разница и вот они первые первые какие то он должен что-то такое сделать чтобы запомнили его он сразу первое что думу распустить но у них законе написано что думаю после избрания нового президента чуть ли не через полгода только они могут тут все что угодно делать против его он сразу распустить видимо что-то в законе есть где-то лазейка через которую он может их выгнать а я в киеве был когда у меня там в разных городах мои книги полный комплект находится и люди говорили вот они они такие все важные пузанщики ходят а это готов не совещание сейчас только совещание пройдет они на самолет и опять улетает кто на багамские острова кто в таиланд кто куда совсем горит не бывают здесь но и вот здесь я гляжу на них и думаю ни один не станет и не скажет владимир александрович у нас устинов володя потеряевки владимир александрович тоже владимир александрович давайте помолимся чтобы вы увидели нужны вы тут или нет и когда он все эти присяги сделал и кто-то один то там это первое такое что во время когда я инагурационная речь его прервал один там и несколько слов сказал по-русски относительно войны там и прочее а тот прервал вот то есть такие бедать русофобы ненавистники это тоже горит случай такой он второе портреты мои чтобы нигде не вешать и по кабинетам нигде я не бог что на меня молиться тоже понравилось мне и сам он выглядит молодой бодрый как он идет и там где-то далеко приветствовал так он подскочил чтобы поцеловать ему там уплёк сайт а мне наоборот живой человек ничто человеческое такое не чуждо но внутри мысль 1 ударю господь говорит и только пыль до неба пыль и дым украина никогда украины не было никакой власти над кем-то они всегда были рабы щита это очень хорошо владимир вольфович рассказывает жириновский их язык то я их язык не считаю за язык какой-то особый это язык плененого человека он где что слышал и вот там все время не с поляками не ладят там области завоевывать рядом там другие и от них этим все слова в них оседали оседали а них в оборот брали как вот человека рядом с ним будет преступник он сразу ништяк начинает говорить но такие слова набирается и это тоже на окраине на самом этом никогда православия настоящего там и не было не считай киевской руси с католиками и там эти вот между собой то они теперь все перепутались и ну даже но не скажешь вся зараза оттуда полет все ереси оттуда это перевалочная база всех злых духов оттуда идет но русский язык а русском языке он еще не сказал он ни слова нигде не пойдет против что ему там закажут вот по-другому он не может он при всем желании и вчера я думал думал думать сейчас когда он понял его разбой а я молюсь за него и господь бы сердце его открыл он увидал бы развалины людей мертвых никого нету и бог положил немедленно кайсти тебя ждет то же самое и он только шагнул уже как президент уже расписался там федерации все на как надо и в это время повернулся к народу и снимает себя эту цепь масонскую булаву и все так прошу простить меня граждане сограждане мне было откровение от бога я должен оставить этот пост я президентом себя не считаю и обязанности свои слагаю простите и пошел бы его бы никто не задержал только провожали бы глазами а то еще остановился и сказал бы там оксана пошли домой на жену под руку взял она бы его под руку с левой стороны платочек бы отдела с кармана вытащил сказал бы оденься по-христиански и всего так сейчас придем домой сказал бы уничтожь бритву зачем я буду бриться ну что-то такое вот сказал